И вот теперь я расскажу, откуда возникает эта функция нервиса. Вот смотрите, представьте себе, что у вас есть не обязательно функция эйвера, а любая функция f. Вот совсем любая. Просто каждому нуральному числу приписали какое-то там значение, да? f от единицы, f от двойки, f от трех и так далее. И вы по ней конструируете новую функцию. Давайте я просто запишу кучу формул, и вы после этого сможете понять, о чем здесь речь. Значит, формулы такие. Формула такие. Новая функция устроена так. g от n. g это новая функция. Это есть сумма значений старой функции, взятых по всем делителям. Напишите формулы, которые, наоборот, выражают функцию f через функцию g. Это и называется формула обращения нервис. Я давайте вам напишу соответствующие формулы. Значит, f от единицы, f от двойки, от трех, от четырех, от пяти, от шести. Это f от двойки, это понятно, что это такое. Это g от двойки. А что такое f от двойки? Это g от двух. Это g от двух. Молодец. Это действительно g от двух минус f от единицы. То есть минус g от одного. Надо взять g от двух и вычесть g от одного. Так? А что такое f от трех? Это то же самое, только g от трех минус g. Отлично. А четырех? Это g от четырех. Да, 4 минус f. Минус g от четырех. Минус вторую строчку. Вторая строчка справа. А это минус g. Заметьте, пожалуйста, почему-то еще один делитель сюда не пошел. Вообще-то четвертый есть три делителя. Четыре, два, один. Потому что там будет плюс g от одного и ше. Не важно, почему, он не вошел. Хорошо. А разве там не f, где g не писать? Нам нужно везде справа писать g. Через все, через g. Да. А. Так, а f от шести что такое? А. А, это g от шести? Да. Так, сейчас скажу. Минус g от двери. Я вкладываю трех. Что такое g от шести? Это сумма. f от одного. Годи, пишу. Это от одного, двух, трех, шести. Здесь минус один и три. Здесь минус один и два. Так? Да. Замечательно. В результате, смотрите. Шестерка есть один раз, и это хорошо. Тройка один раз была с плюсом, один с минусом. Двойка с плюсом, с минусом. А вот единица, что с ней? Здесь она с плюсом, а здесь она что? С минусом. Два раза с минусом. Ну, что надо сделать? С минусом. Сейчас я прерываю с этим рассказом на небольшую вашу самостоятельную работу. Будьте добры написать формулу не для шести, а для шестинесет. Могу подсказку, пожалуйста. Конечно, это начнется на Ж от шестидесяти. Ж от шестидесяти минус Ж от тридцати, минус Ж от двадцати, минус Ж от двадцати. от 12 от 12 от 12 потому что следующий после деления 30 и 20 давайте я уже не могу заставлять вас самих хотя можно вы написали отвечать да 5 6 минус g от 30 минус g от 20 минус g от 12 да это правильно плюс g от 10 да плюс g от 10 плюс g от 4 плюс g от 3 и минус g от 1 так плюс g от 3 это я мы же дважды взяли в этом месте вы уже ошиблись почему потому что пытаетесь уснуть считать и понятно что 16 а нет уже 15 не надо давайте я пытаюсь это объяснить в следующий господи господи вот давайте выпишем все делители числа 60 естественно полуровно бывает 60 3 20 15 12 10 6 5 4 5 4 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 минус же 30 тип. 30, 15, 10, 6, 5, 3, 2, 1. Так? 30. Но кроме 30 есть еще 20. Это 20, 10, 5, 4, 2, 1. Согласны? Это 20. Теперь 12. Это здесь минус стоит, у 6 минус, у 4 минус, у 3 2 1. Так? По-моему, пока все понятно. Вот это первые три минуса. Вы их написали абсолютно правильно. Почему? Потому что, конечно, надо уничтожать вот эти вот плюсики, которые по-другому не уничтожат. Да? Да. Вот. Теперь возникает плюс 10. Что? Плюс 10 мы сразу берем. Стоп. А G13 нам не нужно, потому что оно здесь получено исчезло. Отлично. Берем 10. Потому что у нас десятка. Да. Десятка. И это вы написали. Значит, берем плюсик здесь, а также вот здесь, правильно? Да. И двойки. Бойки и единицы. Двойки и единицы. Отлично. G10 есть. Все. Взявите. G12. Взято уже. G10 взято с плюсом. G чего? G от 6. G от 6. Вообще-то тоже надо брать с плюсом. Правильно? G12. Да. Да. Давайте напишем. Плюс G от 6. Я сейчас посмотрю, что там расставлено быть. G от 6. От 3. От 2. От 1. Отлично. Что еще надо? От 5 уже не нужно, заветите, да? Да. А вот от 4 нужно. Еще плюс G от 4. Это нужно. И минус G. Дайте мне успеть. От 4 и опять 2. 1, да. И теперь стройки. Стойки не надо. Стойки не надо. Так, здесь сколько плюсов? Минус G. Почему? Не спорно все? Нет. Как нет? Нет. Три плюсика. Три плюсика, три минусика. Нет, читай. А, да. Еще один минус. Да. Странный образом, надо еще с минусом взять G. Это 2, да? Да. И 1, да. И 1 мы тоже вычили случайно. Да. А, да. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А тут не нужно. Заканчивается это на минус G от 2. Ну, господа, при первом взгляде получается, что ничего не получается. Потому что закономерность этих плюсов и минусов достаточно странная. И, в общем, не видно, как бы это превратить во что-то хорошее. А на самом деле здесь идея вот такая. Когда вы смотрите на вот эти вот начало таблицы, на самом деле у вас в некотором смысле число 60 не сильно поделено. Согласны? Угу. Угу. Поэтому, скорее всего, выяснение того, с каким знаком, зависит от того, на что же вы поделили это самое число 60. Не знаете, я понятен это? Угу. Угу. Значит, имеет смысл ввести такую функцию, которая от единицы равна единице. И это соответствует вот этому. Да? А от двойки она равна минус единице. Так. А от тройки чему она равна? Минус. Минус. Минус единице. А от четверки? Нет. Здесь нету слагаемого уже этой единицы. Когда делишь на 4, то это не нужно. Ню от 4 это 0. Кстати, здесь же 15 отсутствовало. Именно потому, что мю от 4 это 0. Понятно, видите? Да. Отлично. А мю от 5 сколько? Сколько? Минус. Минус 1. Отлично. А мю от 6? Плюс 1. А мю от 6 плюс 1. Отлично. А мю от 30 сколько будет? Минус. Ой. От 30. Минус. Минус 1. Мю от 30 это минус 1. Так. А мю от 60? Минус. Ж от 1 не ходит. Минус. Это 0. Ну вот теперь кто из вас может придумать, которая как-то естественно будет у нас определена, и для которой все такие связи выполняются. Заметьте, ее значение это только 0, 1 и минус 1. Что же это такое? Мю от двойки, тройки, пятерки. Чему равно мю? Минус 1. Чему равно мю от произведения двух простых чисел? Одному. А от произведения трех простых чисел? Минус 1. 2 умножить на 3 умножить на 5 это 30. Так. От произведения трех простых чисел минус 1. А вот как бы нам вообще сказать, что там типа мю от 60 или мю от 4, что это нули? Почему это нули? Да потому что число делится на квадрат простого числа. В общем, ребят, если немножко еще поработать с этой таблицей, взять нишло 60 с большим количеством делителей, то вы, конечно, рано или поздно догадаетесь до того, что это за функция. Я сейчас напишу вам ответ. Значит, смотрите. Мю от н равняется нулю, если н делится на квадрат простого числа. Если на куб или на большую степень, это еще лучше. Ну, как только делишься на квадрат простого числа, то уже сразу получается одно. И ню от произведения нескольких простых чисел разных. Это минус единица в степени k. Где в проедении декабряной карты разные простые числа. Ну, соответственно, если у нас ноль простых чисел, минус один нулевой, это, разумеется, единица. То есть, ню от единица, это единица. На следующий случай напишу. Хотя формально это структуально, здесь не держится. Ню от единицы, это единица. Вот она функция в плюс. И, оказывается, формулы правой части доски записываются в общем виде следующим способом. Для любого правильного числа единицы надо взять, пройтись по всем делителям. Для каждого делителя взять соответствующую величину g и умножить ее на функцию мебиуса от m. Мы сейчас с вами займемся доказательством. Называется формула вращения мебиуса.